Шаббат шалом, дорогие друзья! И часть сегодняшнего Нового Завета это первое послание апостола Иоанна. И я хочу просто вам напомнить, что Иоанн, это был младший брат Якова. И в Марка написано, что это были дети Заведея. И они откликнулись на призыв Иешуа. Оставили свою работу, они были рабаками. И пошли и стали учениками Иешуа. И Богословие поясняет, что Иоанном было написано в посланиях Иоанна. Первое, второе и третье послание. И на острове Патмос он написал знаменитое откровение. Богословие также поясняют, что это единственный из всех 12 апостолов, который прожил до конца своей жизни. Без всякой мучительной смерти. И прежде чем мы подойдем к этому Писанию, я хочу, чтобы мы сделали такое вступление. Я хочу, чтобы мы вспомнили от до потопных жизни, до потопа. И почему произошел потоп? Вы помните, что уже дети Каина, Адама, Каин убивает Авелла. Вы говорите, что И если мы вспомним, восьмого, по счету, от Каина это был Ламех, и он говорит такие слова. И сказал Ламех жонам своим, Ада и цила, послушайте голоса моего, уважаемый Ламеха моего. Вынимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне, и отраков в рану мне. Если за Каина от льстится в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз в семеро. И в шестой главе, даже страничку мы не переворачиваем, написано, и увидел Господь, что велико разрешение людей на земле, и что все мысли и помышления в сердце их было зло во всякое время. Мы видим, насколько быстро грех начал ходить человека. И с какой скоростью началось воспеваться возмездие, воздам. Бог увидел, что нет такого человека, который примет на себя зло и не ответит. Наоборот, воспринялось в месяц. потому, что цель Бога была создать совершенно иное общество людей, которое могло принять на себя обиду, принять на себя эту злость и не ответить. и как раз Иоанн, он открывает эту личность, благодаря которой произошло прощение, благодаря которой пришло в жизнь этот свет, эта возможность противостоять греху. Иоанн, он, в общем, он говорит о бене-дем, о Ишу, о Мешиах, что в связи мы можем делать это. И поэтому он начинает свое послание неяснилось как он был, как обычно пишут, что я раб такой, апостол такой, он упускает это. Иоанн, 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 он вводит фокус от человека на совершенно другого. Иоанн, иоанн, Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что ослезали руки наши. И дальше он говорит, называет это о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели свидетельство, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у отца, и явилась нам. здесь он раскрывает божественный план Бога. Это, в общем, тохнит של Иллюим. Что он посылает нечто с неба. Потому что мы знаем, что нет ничего нового под солнцем. Земля не могла этого дать. С неба приходит слово жизни, то, которое дает жизнь. Это был Иешуа. И они жили с ним. Они видели все эти дела, которые он делал. Три года Иоанн с учениками был вместе с ним. Он слушал как публично, так и лично он их собирал у учеников и учил их. Они видели великую милость, которые Иешуа оказал нам. Мы до конца не можем понять, как можно было оставить славу неба. это очень сложнее. понять, как можно обеспечить все и принять образ плоти и крови. но это план Божий. И дальше Иоанн описывает жизнь верующего человека, подобно тому, как Леон рассказывал о послании Иоанн. Иоанн. он изображает жизнь у них нужно выполнять заповеди. Мы должны преданести славу, потому что мы решили. И естественно, так как Иоанн назвал это царским законом, мы должны выполнять закон, который выводил Тора, возребить ближе его как самого себя. И это все описано в этой книге, которая называется Библия. И я хочу вам показать силу этого слова, которое оставил нам Иешуа после себя. И я хочу вам показать силу этого слова, которое Иешуа исполнил в нашей стране. Книгу, которую писали, много авторов было, начиная от книг бытия, кончая Откровением. И Тимофея говорит, что все Писание, Бога Духовна и полезно для учения, для обличения, для наставления праведности. И Тимофея говорит, что все Писание, Бога Духовна. Все Писание, Бога Духовна. Автор Писания, Святой Дух. И дальше Петр говорит, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Нарезика ли его святые Божьи, человеки, будучи движимы Святым Духом. И Тимофея говорит, что все Писание, Бога, не только из-за мужчины, но и из-за того, что Бога Духовна говорит такие слова. Слова Господни, слова чистые. Слова очищены от земли в горнили семь раз переплавленные. Это Псалом 11-7. И здесь Слово Божье, оно сравнивает с серебром, которое добывали на Ближнем Востоке с помощью печи. И печь, она имеет прообраз человека. Кесф, он сомин в тенуру, и мы хамемим его. Серебро, это Божья тема. Другими словами, это Божий план, который должен пройти через человека. Ас-кесф, это сук, это токонит של Иллюим, что צריך לעбор дарь венадам. Огонь, который поддерживает чистоту серебра, это является Дух Святой. И написано, что оно семь раз переплавленное. Это говорит о том, что много раз, когда мы читаем Писание, мы видим, как действует Дух Святой. Это говорит о том, что каждый день, который мы кормим китовым, из руха Кодыш, он сам ашу бифним, бетухейну, бемешанах. В 118-м Псаломе тот же царь Давид говорит, На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. И вечная мудрость на небесах. И дальше царь Давид говорит, Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Основание Слова, это фундамент. Здесь говорится в Пятикнижье. Давид писал за три тысячи лет до того, как это свершилось. И мы сегодня можем видеть нападки именно на Синайское Откровение, на Пятикнижье Моисея. Мы сегодня видим, что много людей, они говорят, что не нужно Танах, это что-то истинное. Я не буду много вам говорить, был здесь Хаевский этилологический институт. И учитель давал именно Откровение по Пятикнижье Моисея. И я начал задавать вопросы. И подошел ко мне один брат, который является служителем, в каком-то собрании. И он мне говорит, брат, зачем оно тебе надо? Это ветхость. Мы спасены совершенно другими, мы спасены по благодати. Но Давид сказал, основание, начало, Слова твоего, вечно. Но что Давид сказал, что решит, что Довар, Дварь, Он сказал, я пришел не нарушить, но исполнить. И он всегда оперировал. Не ветхим, а Пятикнижье Моисея. Даже эти слова, которые сказал Лемех, что я отомщу в 77 раз, 70 вашеева. Когда пришли ученики к Ишуу и спросили у него, сколько мне прощать брату, который решит. Он ему сказал те же слова, только наоборот. 77 раз, прощай брату своего. И во всей своей земной жизни Ишуа говорил сюда слова, что бы свершилось. Именно с Пятикнижья Моисея, с пророков, свершилось 18 откровений. Это его рождение. Это то, что он родится в Ифлиене. Его бегство в Египет. Его земное служение. Притча исцеления. Беспричинная ненависть. То, что он будет распят. И то, что он будет подкашен из мертвых. Это все было написано еще за год, когда его появление. Дальше хочу вам показать, как Слово исцеляет. Я хочу рассказать, как два релуи меропеута. Если мы посмотрим с вами 106-й псалом. Тейли, 106-й, по 20-й стих. 106-й псалом, 17-20-й стих. Пасук 17-20. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отращалась душа их. И они приближались к кротам смерти. Но вызвали Господу скорби свои, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово свое и исцелил их, и избавил их от могилы. То есть мы видим ситуацию людей, что даже пищу они уже не принимали. Но вызвали Господу. Он послал Слово и исцелил. Я думаю, что каждый из вас здесь перенес Божье исцеление. Знаете, мы очень часто, очень часто бываем в сомнении, когда что-то не происходит. И когда мы смотрим не на Божье обетование. Но когда мы рассчитываем, не только двор Иллюима, на обстанную ситуацию. Или только на макре, что мы не имеем в виду. И я скажу вам честно, тоже было такое ситуация. Я не видел исцеление. Но то исцеление, которое я увидел, он просто потрясло меня. И этот брат у него есть в нашем собрании. Это Макс. И я видел то состояние, в котором он находился после аварии. Это было просто, это шок был. Это было немножко. Но община молилась. Но кулам отбалилю. Стояла в проломе. И Бог исцелил его. Вы можете его видеть. И Иллюим репау от него. Просто то, что я хочу сказать. Что любите Божье Слово. Что я хочу сказать вам. Тааву от Двара Иллюима. В этом жизнь и сила. Ки безе коах ва хаим. Написано, что Слово Божье, оно вразумляет простых. Ки готов, что Двара Иллюим, он нотен хохма для женщин-пшотин. Я скажу про себя просто. Я получил, ну, не высшее образование. А образование. Светское образование. И у меня было в жизни разочарование. В кибальте агзова ва хаим шли. Я не понимал свое предназначение. У меня было неудачи. И у меня был потом серьезный срыв. Я пил. У меня не было выхода никакого. И я был загнан в угол. Но в этот момент именно. В этот момент, когда ты бессилен. Но в этот момент, когда у тебя уже нет силы, приходит Бог. Сбай Иллюим. Вы помните ситуацию, когда евреи вышли из Египта? Они были бессильны. Слава Иллюим. И в этот момент, когда человек, кроме себя, не может больше предложить Богу. Только ты. Потому Бог явно был. Огненный шар и столб. Это явное присутствие Бога было. Так и Бог вошел в мою жизнь. И когда я начал читать эту книгу. Я понял, что я являюсь инструментом. В великом Божьем плане. И я нашел свое призвание, свое предназначение. Любой из вас, он очень ценен и полезен для Бога. Вы можете сегодня не быть великим учителем. И не надо. И что не говорит, не все оставайтесь учителями. Но есть то, что мы можем делать. Поддерживать друг друга. Навещать друг друга. Сегодня Аня у нас лежит в больнице. О, Оля, Оля. Поверьте, Ешве, ей не нужен хайский теологический институт. Ей не нужно никакое учение. Ей нужно прийти и просто принести ей чай и покормить ее. Это может сделать каждый человек. И вот от этого нас ждет Бог. Простые вещи. Помочь, навестить. Это о том, о чем учил Иоанн и о том учили все апостолы. Это о том, о чем мы говорим, Иоанн. Амин. Теперь. Редакт. Амин. КОНГ. О.